Вы знаете, есть такое замечание, говорят, что ничто так не объединяет людей, как совместно стыренное бабло. И это единственное, что делает людей по-настоящему серьезной командой. Напомню всем, что до 1 декабря, до этого вечера, которое было в воскресенье, собственно, политиков-то было два Майдана. Один был на Майдане на желажности, один был на Европейской площади. И политиков на Майдане на желажности никто не пускал. Не пускали людей с флагами. И согласитесь, что большинство людей очень удивлялись, когда вот это вот трехголовое чудо в виде Яценюка, Кличко и Тегнебока появилось вместе. Никто не мог вообще понять, что их может объединять. Тегнебока, Кличко и Яценюка. Так же, как сейчас вряд ли понимают, что объединяет, например, Яценюка, Порошенко, Авакова, Тимошенко. В этой стране никогда в жизни для людей не работала команда, которая могла бы свои амбиции отложить в сторону и сделать что-то ради общего дела. Хотя бы показать какой-то результат, а потом пользоваться плодами этого результата себе на карман. Может быть, в ее декларации было бы на два нуля меньше, но денег бы всем хватило. То, что происходит не здесь, в студии, среди людей, которые общаются на юридически далекие от меня темы. То, что происходит в украинской власти, напоминает мне сразу две басни дедушки Крылова. Про лебедя Рако-Щуку, естественно. И вы, друзья, как ни садитесь, все, музыканты не годите. Обычные, простые и далекие от юриспруденции люди, я в этих тонкостях запутался, уверен, что они важны, но эта программа не час суда с Савиком Шустером, хотя все чаще-чаще так и бывает. Мы все разбираемся, как думаем, в сцене на газ и в юриспруденции относительно Януковича. Так вот, обычные люди не могут понять, три года после того, как, ну, два с половиной, как Майдан победил, у вас было все. У вас были свои генпрокуроры, ну, вы их, по крайней мере, называли все своими, да, от Свободовского через Ерему там до Луценко, которого завели на стул, переломав через колено парламента, народ это стерпел. У вас свой министр внутренних дел, у вас свои представители СБУ, о котором говорил власть Дани, и я бы очень не советовал огульно охаивать всех конторских, потому что это специалисты, которые готовят долгие годы. И если люди, которые занимались пятым управлением КГБ, сейчас уже их там дети где-то служат в политическом, как-то называемом, управлении СБУ, это не значит, что всех надо грести по одну гребенку, там есть очень серьезные спецы, которых вы не воспитаете еще долго и долго, потому что три года готовится только один топтун. Так вот, все было, и в итоге никто ничего нигде не расследовал. Ежу понятно, что арабская пословица, которая говорит, что тысячи врагов снаружи не так опасны, как один враг внутри, что, по крайней мере, кто-то из тех, кто заинтересован был в расстрелах на Майдане, внутри Украины существует. Это не только Янукович. Про этого Винни-Пуха даже говорить нечего, он реально не особо интересен. Я с Пашей разговариваю в рекламной паузе, Паша говорит, знаешь, глядя на Януковича, ты понимаешь, что если ты простой человек в Украине, то ты припаркуешься сразу, и через неделю тебе уже объявят приговор, ты будешь сидеть 25 лет. Если ты человек с деньгами и возможностями, а у Януковича, безусловно, остались и деньги, и возможности, вот как Соня сказала, через 15 лет, через 20 лет, то он хрен доживет, честно говоря. Я уверен, что в большей моменте долго ждет, но больно бьет. Мы сейчас говорим о событии для страны, которое могло стать очередной отправной точкой в том, чтобы мы стали нацией, народом, чтобы мы стали страной, которая относится с уважением. Вместо этого мы реально два с половиной года получим какое-то грязное белье в ступе, выясняем юридические тонкости, которые важны, но не для общего государственного эфира, а тебя смотрят очень много. Ой, ну опять эти юридические, значит, я тебе скажу такую вещь простую. Пока люди не начнут разбираться в юриспуденции, пока люди не начнут разбираться в экономике, ничего не будет. Все, о чем ты сейчас говоришь, показали в малобюджетном фильме, который назывался «Трасса 60». Там был город полный юристов, был город полный полицейских. Алексей, я с тобой не хочу спорить, у меня на это нет времени. 40 миллионов юристов-экономистов в этой стране абсолютно никому не нужны.